Я хочу, чтобы вы верили по взрослому, не по детству. Хочу вашему городу это пожелать, каждой семье это хочу пожелать, чтобы вы верили по взрослому, и каждому из вас особенно. Мой день в Библии заповеди для взрослых, а есть заповеди для детей, духовные. Не знаю, вы потеряли или нет, однажды я посмотрел так и начал расследовать, ну, например, возлюбите чисто и совместное молоко, это для кого? Для детей, а вы же по возрасту должны быть, слушая, твердую пищу, если вы еще все молочите, это уже для кого? Это уже для духовно взрослых, или там, например, ищите духовные дареты для кого? Это для детей, а Павел говорит, что я вам покажу пути еще превосходнейших, если что-то больше, дарета хорошо, мы покаялись, Бог все нам поедет, как все это. А уже взрослый человек должен уже приносить плоды какие-то, а там же идет следующее. Сейчас вам скажу заповедь, а вы скажете, это заповедь для взрослых или для детей? Зло страшно, ведь никто из вас, это я вам написано, пусть что делает? Молится. А когда радуется, что делает? Моет усам. Моет усам. Это для взрослых денег и универсально. Нет, это для детей. Это заповедь для детей. Пример. Чего мне навести пример, чтобы вы поняли? И вы посмотрите, как часто, ну хотя это тоже уже уровень, уже уровень. Например, евреи выходят из Египта, подходят к морю, большое море, сзади паров настигают. Что они делают? Ропщук. Они даже еще не младенцы. Младенцы, если зло справдит, то что делает? Молиться нужно. Не роптать. Проходят через море, приходят на другую сторону, видят ворон, понимают его войска в этом море. Что они начинают делать? Петь. Петь. Вот, видите, это такой уровень. Скажите, пожалуйста, если бы они начали петь на этом берегу моря, это было бы более ценное, как есть элемент. Ценно, очень хорошо, когда мы не забываем петь, когда нам хорошо. Когда в нашей жизни все хорошо. Это отлично. Но я хотел бы вам показать уровень немножко выше. А выше уровень, когда ты еще на этом берегу. Когда еще порол занят, когда еще море не наступилось, когда еще некуда дьматься, а ты уже начинаешь петь. Аминь. Это духовный возраст. А вакуум, в чем там соль, в чем там вкус этого королька, почему я люблю его. Есть такая даже песня, помните? Если не станет обед, закроет и заград, не даст слота. Я все равно, что вы делаете? Славь Господа. Славь Господа, Христа. Это есть, по-моему, по-моему, стрики на мой. Прочитайте, пожалуйста, первую и вторую главу. Первый главу, обакуум Господи, что там проблемы. Во второй главе Бог показывает проблемы. Проблема какая? Вавилонское войско сейчас придет. И захватит Иудея, и захватит Иерусалим. И что делает обакуум в предыдущих главе, кто помнит? Обакуум начал петь, еще вавилонское войско идет. А он уже начинает петь. Аллилуйя. Знаете, это возраст. Когда еще ты в плечи, и ты начинаешь петь, это самая сильная песня. Аллилуйя. Это уже под взрослым. Сила и память. Сошли в город Филиппы, их побили, бросили в темницу. Они сидят в этой темнице и ровночат. Боже, мы пришли сюда. Проблемы, и память, и нас бросили в темницу. Так или нет? Нет. То есть они немножко взрослые были. Написано, Павел и Сила молились. И когда все двери открылись, они начали петь. Так написано? Нет. Друзья мои. Нет. Написано, Павел и Сила, пока еще они были в темнице. Когда они были, ноги были в колодах. Написано, они пели и Богу молились. Аллилуйя. Аллилуйя. И это результат того, что началось что-то происходить. И потом и покаяние, и большое чудо. Аллилуйя. Аллилуйя. И последний пример, друзья мои. Последний пример. Это пример Иисуса Христа. Я всегда люблю, когда я исследую Библию, посмотреть. А что говорит Иисус Христос? Он где-то летать или нет? Если где-то написано, что Иисус Христос пел. Где? Воспели. Воспел, пошли на гору Елеонскую. Друзья мои, я не знаю, еще есть или нет, но одно место точно есть написано, что Иисус Христос пел. Он пел перед долговскими страданиями. Знаете, не тогда, когда уже воскрес, вышел из гроба и начал петь. Это тоже хорошо. Но Он с учениками воспел, пошли на гору Елеонскую. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья мои, это сила. Поэтому, друзья, для детей, для вас здравоохранения, кто из вас, пожалуйста, не ромщи молить, просто открывай свое сердце. Тяжело тебе сейчас? Тяжело твоей семье? Может, завтра будет тяжело? Может, скоро будет тяжело? Собирайтесь на молитвы и все. Но никогда не прекращайте петь. Никогда. Что бы вы ни проходили, трудно. Возможно, люди будут не понимать. Или какие-то еще моменты. Есть другое место писания. Иаква. И написано о том для взрослых. Братья мои, когда попадаете в различные искушения, то что делаете? Радуйте. Знаете, когда человек радуется, он обязательно поет, как правило. Это его внутри. Поэтому желаю для вас, чтобы вы были взрослыми певцами. Чтобы был хор взрослый. Чтобы не происходило мое детство. Где бы я ни слышал в вашем хоре, я хочу, чтобы вы всегда приедете. Какими ситуациями не проходили вы. И в вашей семье не проходила ситуация. Я желаю вам, чтобы вы пели. Какие бы вы, особенно, не проходили личные ситуации. Я желаю вам петь. Петь по взрослому. Петь на этом берегу моря. Аминь.